А вы знаете, что Христос умер за грехи всех людей и воскрес для оправдания нашего? Да. А у вас в доме такая книга есть? Нет. Вы можете достать в церкви, знать путь жизни своей, для чего человек живет, что его ожидает. С Богом и без Бога. Люди говорят, что разные категории есть. Есть только верующие и неверующие. Все, разделение по тому руслу идет. Написано в Библии, говорит, верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. А в Евангелии от Марка 16 глава написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, а осужден будет. И поэтому надо сегодня избрать путь со Христом или без Христа. Тут только одна. Вы хотите побеседовать о душе? Не ругаться только, чтобы ни одного слова, чтобы не было поганого. Скажите, у вас в доме такая книга есть? Никто не говорит нас про Христу Борду. Есть. А вы показать можете ее? Она у бабушки в другой комнате, да? Дед Филипп? Ну, покажите, покажите, мы побеседуем сейчас. Так мы не дома. Так и все. Не дома. Вы знаете, что человек рождается и умирает, но с этим не заканчивается все. Многие воскресли. Я вот звоню из Барнаула, у нас Клавдия Устюжанина. Зарядите, Клавдия Устюжанина. Она воскресла в третий день. Похоронка пришла. Все уже, забирайте из морга. Ее труп препарировали и резали. И через три дня она ожила. И рассказывает, что она видела. Никто не ожил. Многие люди, ни одни, ни два, тысячи. Главное для нас это Библия. Слово Божие. Как это делается? Веровать во Христа. Приготовиться к смерти. И Господь простит любому грешнику грех. Только рассказься. Он умер за наши грехи. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Нет, почему? Я поспорить могу. А я спорить. А нам не положено спорить. За наши грехи, когда меня еще не было. Я еще не крышу. Знаете, выражение есть такое. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, тот возвещает истину. Нам зачем спорить? Я проповедник. Нас Господь послал рассказать о церкви, о вечности, о Христе. Спорить это с тем, кто ничего не знает. А вы в этой рулетке в чат зашли, чтобы доказать? Для того, чтобы людям показать, что без Христа они в ад пойдут. Что тут одно блудилище Содома и Гоморра. Их ждет огонь вечный с дьяволом, где плащ искрежет зубов. А если покаются... А кто знает вообще, кто не говорил вообще, как в аду, как в раю? Где, где как есть? А вы как знаете? Только то, что глазами видите, руками щупаете. Естественно. Да неправда. Скажите, Суворов был такой, полководец? Суворов был? Кого? Суворов. Александр Васильевич. Генералиссимус. Был такой? Да. А как вы узнали? Где вы его видели? У него ни книг, нету ничего. Как вы узнали? По истории. А это история 3600 лет назад и ни одной буквы не потерялась. При том, что сказано вперед. Этот человек существовал. Он существовал. За тысячи лет. За тысячи лет сказано. Что будет? Женщина. Вы помолчите. Жена да не учит мужа, а молчит при нем. Вы не знаете. Жене не позволено говорить. Перед вами говорят старший возраст, а вы доказываете. Написано. Жена да не учит, но будет безмолвие. Это не имеет значения. Она женщина. На этом все. Вы слушайте внимательно. Ума набирайтесь. Мне 81 год, а вам 20 нету и вы начинаете у мужиков под ногами путаться. Вы еще ничего не знаете, не испытали. Если вы неверующий, вы разведенка будете. 86% разводов. Ничего, нормально. У вас, наверное, желание было спасить, где я нахожусь, в каком месте. Ну, да. Ну, так правильно вопрос задавайте. Откуда? Откуда этот пункт А на пункт Б? Я нахожусь в городе Барнаул. Я спрашиваю, откуда? Я с Сургута. Я отвечаю. Город Барнаул, Атайский край, Лапкин и Игнатий Тихонович. Мне 81 год. Очень приятно. Город Барнаул, привет, пламенный, Сургута. Слава Христу. Я с Новосибирска. Сам я с Новосибирска. Ну, вот, живу сейчас вот на данный момент. Так, вы знаете, для чего человек живет на земле? Чтобы жить и потом умереть. Так это и собака, и кошка. Чем-то отличается человек или ничем? Мы же не материмся. Ну, я на будущее говорю. Будем говорить, из вас полезет эта каша. Давайте, расскажите. Мы говорим о том, что Господь Бог, сотворив человека, не покинул его, а оставил ему слово свое, руководство, Святая Библия. Из нее мы узнаем, что Он послал на землю Сына Единородного Иисуса Христа, Который умер за наши грехи. И воскрес для нашего оправдания. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Будет жить по заповедям Его. Господь дарует духовное рождение, чтобы жили в Боге, свято, чисто. А тут люди в рулетке собрались, хуже всякой скотины. Безобразничают. Такими грехами занимается, страшно говорить. Вот если вы желаете больше узнать, вы зайдите по скайпу. Скайп есть у вас? Нету. Нету. Ну это плохо, что нету. А вы можете зайти на наш канал. У нас канал большой, называется «Канал во свете Библии». В Ютубе? Во свете Библии канал. В Ютубе, да. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Сейчас, погодите. Четыре слова наберите. У нас очень большой канал. 17 300 роликов наших. А подписчиков? Подписчиков 42, кажется, тысячи. Просмотром 42 миллиона. Во свете Библии. Во свете Игнатий Лапкин. Обязательно Игнатий Лапкин напишите. Это я. Написал. Нашли. Ну вот и все. 42 800 тысяч. Да. Вы там найдете все. Ну да. Мы строим с нуля православную деревню. Сами храм построили. Школа. Дороги. Все делаем. А где у вас храм находится? Алтайский край. Город Барнаул. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81 год. Сколько лет? 81. 81 год. Это 35 что ли? 81. Ты что, это 81? Ну что, нашли? Да. А вот если вы зарядите через Google. Бо-бо-бо-бо-бо. Это вход. Это еще канал, только вход. А если вы зайдете через Google, сайт называется, сайт. Не YouTube, а сайт, через Google. И так же заряете во свете Библии, Игнатий Лапкин. Вы зайдете на наш сайт. Там 41 книга моей написана мною. Вам будет очень интересно. Я много лет вел занятия в пяти университетах. И которые вопросы задавали, они там все помещенные. Ответы. Это семья, работа, политика, социология. Будущее мира. А вы в YouTube рекламу-то продаете вообще? Еще не продаем. А почему там? Что же деньги можно заработать там на храм тоже? Нет, нет, нет. Мне это не надо. Я делаю все бесплатно. Я в начале детского лагеря. Тысячи детей подняли за 45 лет. И я ни копейки не получаю нигде. Нет, там же ремонт потом можно сделать. Просто рекламировать кого-то или что-то там. Нет, я ничего не рекламирую. Я рассказываю о Христе. О спасении. Что Иисус Христос умер за нас. И ждет с покаянием. Говорит, придите ко мне все труждающиеся обремененные. Я успокою вас. Возьмите иго моё на себя. Иго моё благо и бремя лёгко. Вам будет очень интересно, когда зайдете туда. Смотрите, я подписался даже. Я, по милости Божией, первый в стране распространил. Архипелаг Гулаг Солженицына. Насчитал на плёнку. И ещё 50 книг других. Библия, вот эта одна книга. Это всё на нашем сайте. Не в Ютубе, а в сайте. А здесь по частям выставляется. Ну, понимаете, что такое цифры? 17 300 роликов. Такого нигде нету во всём интернете. Такое количество? Такое количество роликов. 17 300 роликов наших. Да, да. Обычно там до тысячи роликов. Смотри, вот сейчас сливки шоу. Давай посмотрим. Роликов больше трёх тысяч нигде нету. Ни у кого. Они чужие берут. А это наши ролики. Наши. Наши. Как мы деревню строим православную? Вот смотри. У канала Сливки Шоу 15 миллионов и 200 тысяч подписчиков. И у них 295 видеороликов только. А здесь 17 тысяч. У кого больше? У вас. Ну, у них нет ничего. Он может чужие брать там, выдумывать. Мы говорим о жизни, как жить. Как в этой жизни жить со Христом? На 35 тысяч роликов, что ли, больше где-то. Ну, я не знаю. Я знаю, которые самые большие проповедники. Больше двух тысяч ни у кого нету. Ну, и понятно. Они дальше не идут никуда. А мы работаем. Вы увидите, как самостоятельно мы восстанавливаем. Получили землю, статус. И у нас может поселиться. Кто докажет, что он не лжёт, не пьёт, не курит, не матерится, не ворует. Представьте, это одна семья большая, селение. С Богом жить. У нас ни одного развода нет, ни одного аборта. А вы безбожники? За перестройку 20 лет. 120 миллионов абортов в России сделали. А то государство убили внутри утробы. Каждый день 20 тысяч абортов. Сейчас 86% разводов в первые три года. Какая жизнь без Бога? Это её нету жизни? Есть страшное погибельное состояние людей. Сквернословят, матерятся, блудят. Плохого много чего здесь. Это мусульки вообще. Великая сила Христова преображает жизнь людей. Вот вы нераздетые. Видите как? Это тоже редкость. Тут 50% раздетые валяются мужики, никому не нужные. Процента 85% мусульмане. Все развратники сюда собрались. А вы знаете, кто сейчас рулетку создал? Нет. Мальчишка, 15-летний. Андрей Терновский, двоечник. Он говорит, экзамены сдавать, а у меня одни двойки. Ну и стал что-то думать, и вот это вот изобрёл, а потом уже расширил. И сразу миллионером стал, уехал в Америку, на Лазурном берегу живёт. Он разговаривать даже не может толком. И вот, видишь как, ничему не обязанно. Встреча, побыл, всё. Мужчина тут анонизмом занимается. Женщины с сиськами трясутся, выкупляются. Тут всё собрано самое мерзкое, самое отвратительное. И мы для этого пришли сюда, чтобы людям рассказать о Боге, о Вечности. Что за смертью? Не могила только. Ещё Лермонтов писал на смерть Пушкина. Есть Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный судья, он ждёт. Он недоступен с бонус златой, и мысли и дела он знает наперёд. Вот если у вас есть сайт, и в сайте вы зайдёте, Игнатий Лапкин, я один там, я вам большие ресурсы скину. У нас есть форум большой, мэл.ру, там 22 тысячи только фотографий наших. Сейчас попробую зайти. Мэл.ру, если найдёте, мой мир. Игнатий Лапкин, только зарядите, и сразу, я один с этой фамилией, на весь интернет. Ну да, есть Игнатий Лапкин, миссионеры. Возраст 80. Мною так недовольны, те врут одинаково. Да дома нету, у бабушки там в гробу лежит или ещё что-то. Смотри, где я? В лагончике. Ну вот хорошо. Вы, конечно, может какие-то вопросы есть? О душе, о вечности. Только без ругани, чтобы было. Нет, ругаться никто не будет. А вы батюшку, да, работаете? Не слышно. Не слышно. Вы в церкви служите? Я не в церкви служу, я дома сижу. Брат у меня священник. Мы строим с нуля православную деревню, где нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. А девочки есть? Находимся в Алтайский край, город Барнаул. Лапкин Игнатий Тихонович, мне 81-й год. Ничего себе. Молодец. Молодец, батя. Ладно, давай, батя. Молодец. Молодец.